Друзья мои, добрый день. 3 октября 2022 года. Без сона всегда есть бывший опаленный судью КГБ. Но сегодня такая знаковая дата. 3 октября 1993 года был расстрелян Верховный Свет. Я был, кстати, участником этих событий. Ну как участником? Нас собрали в Академии, сказали у кого еще не было обстрела Белого дома. Я, кстати, накануне второго был там и там просто были митинги там какие-то и так далее. А вот утром уже где-то в часов 10 утра или 9 нам сказали у кого родственники живут в районе Белого дома знакомые туда выезжайте и привезите к нам номера там гостиницы. Разместите пока их там, потому что сказали, что ситуация будет развиваться очень серьезным образом. Мы поехали, я видел все это. Почему видел, как стреляли снайперы с высоток. Я в пулеметную очередь попал там. Ну ладно, боксим. Так вот для меня до сих пор загадка, зачем Ельцин стрелял Верховный Совет. Почему? Говорят, чтобы нужна была новая конституция, чтобы полномочия себе. Да он и так этих полномочий уже в последние работы Верховного Совета себе накроил. Будь здоров сколько. Они там законно аппортизации, об этом сказали, приняли там мутем махинации, да там перед каникулами две недели продержали там и так далее. То есть для чего? Вот кто-то говорит, что нужен был этот люфт 2 месяца от расстрела до принятия новой конституции, чтобы решить вопрос с ураном, с обогащенным ураном. Якобы его вывезли по тайному соглашению. Ну тоже вариант, но тоже не так уж это все. Это можно было бы сделать и при новой конституции, там уже никакой системы контроля не было, все было развалено. Они везде расставили своих людей. В ФСБ пришел Степашин, команду свою привел там. Ну то есть там можно было делать все, что хочет. А мне кажется, все объясняется именно сакральными какими-то институтами. Кстати, вот в политике эта вещь очень важная, да. Скажем, красный флаг, это вот сакральный символ, герб страны, гимн страны, император там, какие-то атрибуты, да. И когда вот, ну кто-то же высказывает, что царь русский был расстрелян определенной группой, ну не будем говорить какой-то национальности, именно так же как вот по канонам ритуального убийства. Так и здесь. Американцам, как я понимаю, элите той американской, которую Ельцин присягнул, помните, он в Конгрессе кричал, да здравствуй Боже, храни Америку. Им нужна была сакральная жертва, уничтожение самого названия Советов. Хотя уже фактически Верховный Совет тот был, ну он был номинальный орган, там Ельцин что хотел, то и проводил. То есть вот сама нужна была сакральная жертва, уничтожить само напоминание, сам запах этой вот империи и так далее. Что в общем-то и произошло. Мне кажется, вот этим объясняется. И этот фактор не надо сбрасывать со счета. Спасибо, Ваш Бессонов, Се Борисович.